Итак, здравствуйте. Теперь официально здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы находитесь на мини-семинаре, на семинаре, который представляет себе кусочек курса. Курса под названием «Инфографика. Часть первая». Часть вторая тоже наверняка будет обязательно. Этот курс в нашем центре всего шел три раза. И программа курса до сих пор находится в несколько нестабильном состоянии, поскольку я все еще нахожусь в поиске того решения, которое для моих учеников будет оптимальным. На первом этапе программа была собрана так, чтобы сделать презентацию, инфографику. Сейчас презентация была только что, поэтому могу срываться. Чтобы инфографика была выполнена в разных программах. Это были и онлайн-сервисы, и использование графических программ, такие как Coral и Illustrator. Это была и программа PowerPoint. В результате мнения людей разделились. Кто-то считает, что заниматься этим надо строго в профессиональных векторных программах. И я в целом за это мнение. А кто-то считает, что инфографика может быть прекрасно создана в PowerPoint. Потому что это удобно, потому что не надо особенно учиться, и потому что PowerPoint есть везде. Если купили Word, Excel, значит PowerPoint уже там. Кроме того, есть необходимость доработки, например, какого-то проекта с помощью всего отдела. И PowerPoint и здесь, и здесь, и там, и все более-менее в нем справляются. В итоге я все еще как бы в официальной программе курса, которая идет 6 занятий по 4 академических часа, все еще держу программу в соотношении. Примерно треть программы делается с помощью онлайн-сервисов, такие как PictoChat, Canva, Isly. И на изучение этих сервисов тратится равномерное время. Половина программы курса идет в профессиональных векторных программах Coral, Illustrator. А половина программы курса, ну, как бы треть программы курса, еще одна идет в программе PowerPoint. Кто за PowerPoint, поднимите руки. Ага, ага. Ну, вот очень, да, очень прилично за эту программу поднимают руки. И поэтому тема этой презентации посвящена именно работе в программе PowerPoint в виде окончательной верстки и добавлении небольших симпатичных инфографических элементов. В полной программе курса мы работаем везде, в том числе даже в программе Visio. Работает с картами, организационными диаграммами. В общем, очень такой плотный материал по наполнению. Я даже не советую этот курс прослушивать в режиме вебинар, поскольку у себя дома вы, получается, должны установить вот это все. Все это должно быть, чтобы выполнять все те же самые действия, что и слушатели в аудитории. Ну, а здесь она заботится сами. Так, итак, примерно, что мы с вами будем делать? Мы будем строить с вами инфографическую композицию непосредственно в PowerPoint. Начнем с PowerPoint, вот мне даже вот советуют, что да, все отлично. Создание модульной верстки с помощью одной вспомогательной программы, которая уже даст нам идеальное золотое сечение. Вставка и импорт объектов у нас, поскольку все это надо вставить, как-то расположить. И добавление симпатичных инфографических элементов. Что такое инфографика вообще? Хотя я об этом говорила на предыдущем семинаре, я хочу дать с помощью серии, вот поскольку, ну, интересное слово, да, а что она вообще означает? Как его понимают люди? Для меня самая первая инфографика в моей жизни, где-то в научном журнале, выглядела примерно так. Сейчас я ее вам открою. Такие инфографические примеры тоже могу сбросить. То есть я понимала инфографику как болт в разрезе. То есть есть изображение, возможно, распиленное на части, возможно, в 3D отображении. Каждая часть этого изображения подписана, дается небольшая легенда, расшифровка. Вот это для меня была инфографика. Сейчас ее понимают по-разному. И с помощью инфографики не только объясняют какие-то учебные процессы, но и бизнес-процессы. Обязательное наличие каких-то иконок, фотографий, значков. Откуда их брать, либо уметь рисовать. И тут PowerPoint так себе помощник. Coral Illustrator гораздо лучше. Либо искать в интернете и на поиск. Вы потратите столько же времени, сколько и на рисование этих объектов. Поскольку идеального такого склада, все для PowerPoint или все для инфографики, его нет. Это всегда поиск и не всегда бесплатный. С помощью инфографики вы можете отображать такие процессы, как процессы, собственно, да. Такой процесс называется дорожная карта, когда показываются этапы работы. Я вам это могу отдать, если у вас флешечка с собой, или вы мне почту скажете. Ну, посмотрите поближе, они забавны. Что объединяет инфографические вот эти все объекты? Единая стилистика по проработке, по графическому дизайну. Но не обязательно быть в этом дизайнером. Сейчас каждый, кому не лень, называет себя дизайнером. Я себя не называю. Я хороший плагиатор. Я могу взять за основу политипаж. Ну, то есть какая-то болванка, которая легко изменяется. Я думаю, что веб-дизайнеры действуют точно так же. Берут болванку сайта с каким-то ярким графическим принципом и просто перерабатывают под себя свой контент, свое содержание. Может выглядеть инфографикой и таким образом. В данном случае используется композиция под названием сравнение. Хороший арбуз, плохой арбуз. Видно? Делится инфографика на две части. Яркая, красивая. Здесь опять-таки иконки, фотографии, общий графический дизайн. И это инфографика тоже. Инфографика может быть даже вот такой. Алгоритм. Ну, это совсем, конечно, ужасно. Давайте возьмем что-нибудь такое. Алгоритм на основе принятия. Да, нет. Как выглядят символы? Иероглифы. Да. Много кружочков, овалов. Да. Тогда корейский. Есть разреженность. Тогда японский. Есть квадратные иероглифы. Тогда китайский. Ну и так далее. И это тоже инфографика. Инфографика это еще и вот это. Использование карт. С чем, кстати, превосходно справляется программа Визио. Вы наверняка видели очень серьезные карты по плотности населения, по уровню безработицы. А есть и не очень серьезные карты, которые используются для показа в Comedy Club. Да. Ну, в основном там пошловатые темы. Ну, ладно, в общем. Так. Какой бы еще пример инфографики нам продемонстрировать? О, инфографика связанная с классификацией, конечно. Вот, я бы сказал, что это даже еще и руководство, которое можно распечатывать и отдавать продавцам. Для продавцов создана инфографика типичных клиентов. Так, посмотрим. Я не знаю, что мне нужно. А скидку дадите. Ну, как бы прописаны, да, вот под образы. Образы хорошие. Не надо это согласовать на своей волне. Я все знаю. Ой, как у вас дела. Я с вами не согласен. Мимика. Все прорисовано. И это, к сожалению, надо уметь рисовать. Не только одна идея. Идей полно в интернете. Есть масса полезных сайтов, на которые, ну, например, Print Interest, на которых можно взять уже готовую идею и просто наполнить ее своими собственными значками. Это не проблема. И все. Это называется инфографика. Основные инфографические элементы – это карты, это облака слов, это надписи. Но есть еще такое выражение, что я не могу строить дом без цемента. Инфографика бывает пуста, без идей отобразить как что-то главное, последовательности, взаимосвязи, а самое главное – цифровую информацию. Ну, вот как мы с вами сделаем инфографику, если у нас нет сведений, да, вот таких? Начинается это все с того, что сведения у вас есть, а визуализация – это уже пятое-десятое дело. Именно сведения. Откуда они поступают? Из внутренних данных самой компании, из статистической отчетности, из обращения к сервисам, которые занимаются там глобальной статистикой тоже. Вот это сейчас настоящая инфографика. Крупное выделение самых важных данных, использование иконок, ну, а самое главное – это контент, контент, контент. То есть мы должны работать с чем-то, какие-то данные на руках. Если нет количественных данных, то это больше похоже на размахивание руками. Вот, тогда надо, ну, просто искать что-то, что наполнит вашу инфографику. Просто из идеи это не бывает. И даже это сейчас называют инфографикой. Плохого качества изображения, поэтому я не приближаю, но видно, да, что забавная отрисовка. Современное название, молодежь так сейчас выражается. Уважаемые слушатели вебинара, что-то, что-то, так, что-то мне говорят сейчас. Слышно, не слышно? Слышно, не слышно? Что-то со звуком? Сергей? Так, слышно нормально? Все, окей, идем дальше. Итак, та папочка, которую я собираюсь вам сбросить на флешку, на всякий случай, уважаемые слушатели вебинара, давайте я вам еще продублирую. Тот, кто к нам недавно присоединился, вот с этим набором материалов я сейчас собираюсь работать. Если хотите, скачайте и выполняйте действия вместе со мной. Я просто дублирую ссылочку. Называется это инфографическая композиция, и я буду отдельно подмечать, какая работа уже проведена. Подарок по курсу иконки. Вот это прямо подарок, поскольку в PowerPoint иконочка должна свободно перекрашиваться, если я выберу какую-нибудь иконку. Считайте, что они у вас уже есть, да? Команда «Заливка фигуры» должна оказывать на нее непосредственное воздействие, поскольку очень важно, чтобы инфографика находилась в одном дизайне. И цвет – это немаловажная составляющая. Подобного рода иконку вы очень легко копируете и вставляете в любую другую презентацию, перекрашиваете, делаете все, что угодно. При работе с подобными векторными объектами очень важно уметь их увеличивать, уменьшать за уголочек и удерживать одну клавишу на клавиатуре. Предложите мне, пожалуйста, клавишу «Shift». «Shift» – это сохранение пропорции изображения. Без клавиши «Shift» это может быть очень печально. Поэтому клавиша «Shift» в Photoshop тоже, кстати, она же. В Word, в Excel, в Core или в Illustrator, да везде она же. Клавиша «Shift» позволит вам сохранить пропорции этого изображения. Итак, этот набор иконок на 20 слайдов будет в вашем распоряжении. Сейчас есть некоторые проблемы с тем, как мы хотим визуализировать абстрактные понятия. Нет такого общего сборника, где бы написано было, что... Ну как вы отобразите такие понятия, как любовь, семья, медицина, зло, религия? Что-то приходит на ум? Иконками так же. А вы можете не попасть. Очень легко можно не попасть. И я советую сделать... У вас же одно восприятие, правильно? Вы всего лишь один человек. Во-первых, рядом поймайте, кто дома пробегает. Спросите, подходит, не подходит. Это самое первое, что нужно сделать. Во-вторых, да здравствует Google. Забиваем цель, любовь, семья. Все эти коротенькие слова. И смотрим, что выскакивает при поиске. Если вы видите свои объекты по внешнему виду, скажите «да». Если не видите, видите что-то другое, лучше подумать, а может быть я не попал, поскольку нет каталога. И тот каталог, который вам предлагается здесь, ну, например, коммерция и финансы. Вот здесь все это пойдет. Вот эти хрюшки, копейки, денежки, подарочки какие-то, покупки и прочее. Это неплохо подходит. Берете что-нибудь, копируете, вставляете и так далее. Здесь хотя бы приблизительно тема дается. Я их пока сворачиваю. То есть это то, что не нужно отрисовывать в других программах. Это то, что уже есть. Все что-то сделано в других программах тоже. Ну, например, вот такую вещь. Можно ли создать ее в PowerPoint? Да. Но быстрее визио. Такие вещи, которые рисуются в виде организационных диаграмм, там добавляются фотографии. Вот эта штука сделана в визио где-то за одну минуту. Ну, разумеется, как это сделано в визио, я не говорю. Не говорю. А просто скажу, что дальше в программе визио вы делаете программу файл сохранить как. И тип файла, формат png, то, что визио нам дает. И можно потом это вставить в PowerPoint. Но потеря, там, при сохранении нужно просто выбирать resolution, качество. Качество повыше. Здесь качество так себе, чтобы было легко скачивать материал. Так. Вот такое сделать в PowerPoint можно? Конечно, да. Конечно, да. Но работая в программе визио, просто это делается немножко быстрее. Но я просто не хочу, чтобы вы делали разницу сейчас между приложениями. Где-то это быстрее, где-то это чуть подольше. Да. Такая схема в программе визио с использованием команд, например, автоупорядочивания, в плане расстояний вот между объектами, там, какие-то подписи на стрелках. Все это очень быстро делается в визио и в PowerPoint тоже. Ничего страшного, с помощью смарт-артов можно быстренько накидать. Так. Вот такую штуку хочу показать. Карта. Карта. Подобного типа векторные карты. Не усматривайте, пожалуйста, политического терроризма. С моей стороны, что там какого-то одного пятнышка нет. Просто что было, то взяла. Вот. Подобная карта, она делается... Она нигде не делается. В том плане, что ее нужно готовую векторную искать. Но то, что сейчас вот Приволжский регион здесь выделен и выделен он по плотности населения и в Башкортостане, и в Татарстане, в республике, более яркая краска использована. Вот это сделано автоматически в программе визио. Есть специальный макрос, который собирает карту России. Специальные подвязки к файлу Excel. И вот как бы полную версию, да, проводим в программе визио. Следующий вопрос. Можно ли обрабатывать данные в Excel заранее, а потом уже копировать диаграммы в PowerPoint? Можно же, да? Файл обработка данных. Это я все показываю тот самый цемент. Говорю, что невозможно, невозможно обойтись без использования других программ. Итак, здесь мне показано, что есть вот три диаграммки, которые построены на основе сводных таблиц. Изначально то, что находится в этих сводных таблицах, выглядит как огромный набор данных. Посмотрите, пожалуйста, видно? И, конечно, такой набор данных, он не должен быть представлен в качестве анализа. Данные обязательно должны консолидироваться, то есть обобщаться. Имея на входе массив данных, мы должны сделать из этого сначала сводную таблицу, затем сводную диаграмму. И только затем это поступает в качестве сырья уже в программу PowerPoint. Диаграммки здесь уже готовы, то есть их достаточно просто иметь, чтобы потом Ctrl-C, Ctrl-V перебрасывать. Дорабатывать эти диаграммы совершенно независимо в PowerPoint можно. В этом функционал двух программ, Excel и PowerPoint одинаковый. Но предварительная работа именно по сведению данных должна быть выполнена в Excel. Этот файлик я держу на готове, я не стану его убирать. Мария здесь мне пишет, что презентация с цветовой схемой пустой. Я в курсе, я в курсе, я в курсе, что этот файл пустой. Презентация с цветовой схемой. Это файлик, еще один файл, загадка. Дело в том, что здесь кое-что есть. Я нарисую здесь прямоугольник, и он будет зеленый. Я вставлю сюда цифровую диаграмму, неважно, методом импорта, и она будет у меня вот такого цвета. Я еще одну часть работы опускаю и отведу ее на официальный курс. Дело в том, что в эту презентацию внедрена цветовая схема. Заранее созданная, продуманная, по господину Иттену, по цветовому кругу, 12-часному. И более того, по ассоциациям эта цветовая схема говорит о... Я даже не знаю, она вам говорит о дружелюбии сейчас? Нет, не очень? Есть такая книжка, называется «Типографика цвета», где отображаются различные цветовые сочетания в области вдавления на эмоции. Я очень слабо вообще к этому отношусь, но раз есть книга, я могу на нее опереться. Типографика цвета есть такая штука. Итак, на вкладке «Дизайн» в программе PowerPoint вкладка «Дизайн» в зависимости от версии может звучать у вас как вкладка «Конструктор» тоже. На вкладке «Дизайн» можете, уважаемые слушатели вебинара, вот как раз и вот эту пустую презентацию, которая называется «Презентация с цветовой схемой». Откройте, пожалуйста. Фактически это первое действие, которое я вообще выполняю. До этого я вас просто знакомила с материалами. Мы наблюдаем, что на вкладке «Дизайн» самая первая форма – это форма шаблона. И цветовая схема, видно цветные квадратики? Сюда уже внедрена. Она разработана у нас за пределами нашего семинара. И это умысел с моей стороны, что все объекты, которые сюда попадут, будут в данных цветах у меня окрашены. Окей. С чего начинается инфографика с выбора рабочей области? Предложите, пожалуйста, мне размер листа. Кто что хочет? А4. А4. Да, да, да. Есть, кстати, инфографика классическая. Она такая длинная вытянутая форма. Обратили внимание, да? Она подходит для мобильных устройств. Ну, так просматривать там на чем-нибудь. Для публикации в интернете подходит такая форма. Слайд, который мы с вами сейчас имеем, это не А4. Его размеры 33,86 на 19,05, но это неважно. Главное, если вы занимаетесь этим в PowerPoint, почему-то PowerPoint даже в последних версиях очень странно себя ведет. Я вас предупреждаю, прям возьмите на заметку. На вкладке дизайн. Так. А вот меня спрашивает Ирина. Ирина, курс так и называется, инфографика, 6 занятий. На вкладке дизайн я выбираю команду размер слайда, настроить размер слайдов. И если я выберу среди болваночек А4, причем я сейчас приближу экран, чтобы вы увидели, что я вас не обманываю. Все знают размеры листа формата А4? Или 21 на 29,7, да, если в сантиметрах. Сейчас PowerPoint у нас очень сильно будет подводить. Все-таки это не полностью графическая приличная программа. Это PowerPoint. Я очень люблю его. Я мастер презентации в нашем центре. Это основной мой хлеб, но я должна вас предупредить об этих вещах. Я выбираю А4. Лист А4, да, на ваших глазах. Все, не обманываю. Смотрите ширину и высоту. Это не те размеры. Не спрашивайте почему. Если бы я была разработчиком, я бы ответила. Странно, странно, но факт, да. Он как бы пропорции А4, но пропорции и реальные сантиметры – это разные вещи. Будьте с этим внимательны, и я сразу изменяю этот параметр. Ширина должна быть у меня 29,7. 29,7. Высота должна быть 21. Вот теперь я уверена, что у меня правильные размеры. В размере слайдов они будут отображаться как произвольные. Все, обиделся на меня он. Произвольные. Я подтверждаю действия команды ОК. Кстати, вот периодически в PowerPoint при изменении размера слайда будут выскакивать подобные словечки. Это развернуть, подобрать. Щелкаете по любой из этих опций. Нам это не важно. На этапе первоначальной работы, когда у вас еще нет объектов, это не важно. А если у вас уже есть объекты, если вы будете щелкать на «развернуть», у вас будут меняться расстояния между объектами. Если вы будете щелкать на «подбор размеров», у вас будут меняться размеры объектов. И я официально заявляю, что и та, и другая опция плохая. Все они приведут к тому, что у вас будет сильное искажение на всех слайдах вашей презентации. Именно поэтому этим вопросом надо задаваться в начале. Это раз. И во-вторых, в PowerPoint коней на переправе не меняют. Нельзя менять безнаказанно размер слайда во время вашей работы, когда вы уже все вставили и все настроили. Самый страшный удар по фотографиям. Растягиваются. Потом приходится менять вручную пропорции каждого изображения. Итак, вот-вот-вот сейчас я основательно поболтав, имею размер листа формата А4. Все, наконец-то. Затем я должна прикинуть, сколько объектов у меня будет в презентации. Количество объектов, конечно, определяет будущую верстку. Ну и давайте я так прикину. У меня будет карта. Раз. У меня будет структура. Ну зачем-то мне это надо. Мысль-то есть. Ну пока я одна не знаю. Схема работы этой компании будет два. Все это изготовлено в других программах. И у меня из Excel также будут несколько диаграмм. Ну возьму... А, возьму все. Плотненько так будет. Плотненько, да. Все диаграммы возьму тоже. Получается у меня сколько? Шесть объектов, да? Шесть объектов. Варианты верстки есть скучные и не очень. Предлагаю сегодня рассмотреть интересную верстку. Какая верстка будет скучная в инфографике? Это ровно на шесть модулей. То есть где-то наверху у меня заголовок. Кстати, в инфографике заголовок всегда сверху. Если он снизу, это будет не так очевидно, не так понятно. Изучение любого материала, как печатного листа, так и веб-сайта. Начинается снизу вверх скольжение взгляда человеческого. И примерно так получится, что у меня где-то вот здесь вот находится. Вот так будет выглядеть скучный вариант. Равные части под шесть объектов. Но вы же сюда не за этим пришли, да? А что-нибудь эдакое, необычную верстку увидеть. Поэтому мы будем использовать золотое сечение с помощью одной программки. Мы это сделаем. Для будущей печатной продукции важны вылеты или поля. Я перехожу на вкладку вид, чтобы использовать инструмент. То есть это следующий шаг по работе. Это направляющие. Включаю галочку. Вот сюда. Вкладка вид направляющий. Можно и линейку включить, но она в PowerPoint мертвая. Она никак не участвует в процессе. Да, по ней нельзя щелкать, там как-то приводить направляющие в порядок. Поэтому, да, я могу ее даже... Ну, я ее включу, конечно, но она так... Ноль результата. Направляющие в PowerPoint можно двигать, хорошенько нацелившись мышкой и перемещать влево, вправо. Видно, циферка мелькает. Это просто координаты направляющей по линейке. Сразу задать координату, как в других программах, невозможно. Небольшие поля я собираюсь сформировать. Дублировать направляющую мы можем с вами в процессе ее переноса. Просто нужно одну клавишу держать на клавиатуре. Посоветуйте, пожалуйста. Жив. Control. Клавиша Control во всем пакете Office приводит к дубляжу чего бы то ни было. Если у вас ячейка в Excel выделена, вы Control зажали и куда-то ее потащили. Получите дубликат ячейки. В Word тоже самое. Если у вас есть в PowerPoint прямоугольник или диаграмма, или фотография, Control держите, куда-то его тащите, получаете дубликат. Направляющие точно так же дублироваться будут с помощью клавиши Control. Это сейчас основная моя работа. Создать примерно одинаковые расстояния со всех сторон. Это первый шаг. Немножко отдаляю пространство экрана от себя. У меня сейчас масштаб 50%. И пришла пора здесь сделать модульную верстку, необычную верстку. Желательно. Желательно. При учете, что она может печататься, желательно. Ну, такие, как рамочка. Как рамочка. Но это не обязательный шаг. Так. Следующий шаг. Следующий шаг. Использование золотого сечения. Золотое сечение можно продумать самостоятельно. Это очень скучная, кстати, информация такая, теоретическая. Дело в том, что сетки золотого сечения давным-давно выложены в интернете в большом количестве, как в виде фотографий в формате PNG, так и в виде такой программки, которую я не очень хочу рекламировать. Жадные ребята, она платная. Но я к ней немножко прикипела. Программа находится прямо в папке. Я ее устанавливаю сейчас. Золотое сечение, так она называется. Установка простейшая. Двойной щелчок и поехали. Окей. Установка не займет у меня много времени. Далее. Я принимаю. Далее, далее, далее. Установить. Все. Готово. Пройдет сейчас информация. Программка очень быстро начнет неприятно мелькать. Типа, купите, купите, купите. Поэтому я сейчас буду работать ею быстро. Установленная программа выдает ярлычок на рабочем столе подобного типа. Ребята, слушатели вебинара, если вы найдете бесплатный аналог нечто подобного в интернете, я вас очень прошу, сбросьте, сбросьте, пожалуйста, мне ссылочку на этот аналог, потому что классная, удобная штука, но платная, к сожалению. Запустив эту программу, я получаю в результате сетку золотого сечения. Она будет выглядеть так. В программе можно переключиться на русский язык, если перейти на закладку Advanced, и выбрать Language Russian, после чего, видно, слова нормальные пошли уже, да, вкладочка Advanced Language Russian, после чего я перехожу на основную вкладку по работе вид. Здесь можно выбрать сечение золотое, и если вы вообще занимались композицией, вы оцените вот это все. Ну, есть даже варианты для фотографий, для веб-сайтов, ну, это, как бы, полный материал по композиции. Я вам только предложу свое решение прямо здесь и сейчас, в том числе и любимое. Сечение золотое, 061 которое. Галочку заблокировать размеры надо снять, поскольку у нас это будет растягиваться под необычный размер слайда. Режим, сечение, есть сетка, фото и так далее. Режимы можно менять. И я выбираю в настоящее время центрированное отношение. Поскольку у нас слайд также имеет центр оптический прямо в центре самого, вот это очень удобная сетка, центрированное отношение. Неравная система модулей, но абсолютно гармоничная. Итак, это все установки, которые я делаю в этой программе. Затем развертываю свое рабочее пространство, так, программку немножко в сторонку. И начинаю растягивать, аккуратненько приспосабливая ее за границу. И я говорю вот об этих вот вариантах. Вы можете найти в интернете и вот такую готовую сеточку, она идет как рисунок в формате PNG. Вы его просто встанете и растянете на экран. Вам не нужна программа для этих целей. И далее я начинаю размножать направляющие. Размножаю направляющие так, чтобы у меня они совпали с линиями сетки. Удерживая клавишу Ctrl, я сделаю столько дубликатов направляющих, сколько здесь линий. Как по вертикали, так и по горизонтали. Достаточно, конечно, приблизительного совпадения. Программа мне нужна временно только для того, чтобы проставить систему направляющих. Вы согласны с идеей красоты в математике, в биологии, что все давным-давно измерено, что мы можем доверять подобным решениям, а вот как это потом использовать здесь, что делать с этим? Очень простые правила. Так, Виктория, здравствуйте, интересно, так, хотелось бы получить запись вебинара. Виктория, вы знаете на нашем сайте рубрику специалист ТВ? Вот там этот вебинар будет выложен совершенно бесплатно. Но когда конкретно, это неделя, возможно, две. Но все вебинары выкладываются у нас в этой рубрике. Без проблем, без проблем. На ютубе, опять-таки, все это можно даже скачать. Ну, ладно, я умолкаю, это нам не нельзя говорить. А так на нашем сайте в рубрике специалист ТВ. Итак, я получаю в результате сетку. Главный принцип. Какой бы величины модулей у вас не были, а вы увидите, что вот здесь вот принципы будут такие, что вот один модуль такой, другой сякой, третий вот какой-то такой. Они могут быть расстановлены вообще как угодно, и в результате почему-то получится красиво. Достаточно просто чуть-чуть довериться. Прямо будьте уверены, что что-нибудь получится в результате. Так. И я сейчас эти модули расставляю. С помощью прямоугольников. Нарисую прямоугольник, который будет находиться у меня слева. Так, это же у меня была, подождите, цветовая схема, куда у меня делась? Куда я делала цветовую схему? Так, свернула, свернула, свернула. Так, секундочку, я, наверное, нечаянно другой файл запустила. Так, секунду. Мне нужно просто ее сейчас включить быстренько. Цветовая, вот она, есть. Ну да, момент. Итак, один прямоугольник. Здесь у меня будет находиться заголовок моей презентации, инфографики. Он должен быть ярко выраженный, большой, место мне нельзя здесь экономить. Ну, например, пусть он будет называться как-нибудь Приволжский. Приволжский. Нет, это по фирме. Приволжский охотник. Название такое. Приволжский охотник и напишу состояние дел. Состояние дел. Все это надо сделать побольше. Пока ничего нового, да? Печатать внутри прямоугольников мы умеем. Состояние дел 2018. 17. 17. Ладно, там, да. Есть. Считается, что под инфографику нужен какой-то необычный шрифт, и это правда. Например, самые лучшие шрифты считаются, шрифты либо очень плотные, которые для цифровой информации хорошо выглядят, или, напротив, очень худенькие шрифты. Можно сейчас использовать шрифт, который более-менее близок к популярному. Я не стала устанавливать необычный шрифт на этом занятии, хотя такие есть. Есть шрифт, который, в принципе, давно всем приелся. Вы его знаете. Шрифт под названием «Импакт». Знаете такой шрифт? Он относится к категории стандартных шрифтов. Что это у меня? Во, «Импакт». То есть, вот такой убористый. Жирненький. Жирненький, но плотненький. Да. Он не требует дополнительного выделения жирным. Он есть практически на любой операционной системе. И я вот так вот оставляю его в покое. Так. Контур фигуры убираю. Контуры не терпит инфографика. Контур фигуры управляют. Затем небольшой план. У меня будет диаграмма. Поставлю ее куда-нибудь вот сюда. Вы можете использовать на инфографике определенное количество цветов. Порекомендуйте мне сколько. Не больше. Трех вообще, да. Трех это все вот прям предел, предел, предел. Оттенки вы можете использовать любые. А вот прям цвета, прям цвета. Не больше трех. В этом плане очень сильно выручает цвет серый. Который как бы и не совсем цвет. Да. Вот следующий модуль, например. У меня будет так, чтобы было интересно. Неравный модуль. Пусть он у меня будет побольше. И как вот я и планирую, он будет располагаться у меня здесь внизу. Так. Ну примерно. Ну пусть будет примерно, наверное, вот такой вот модуль. Так. Серенький цвет. Разбавляя активно серым цветом, вот в результате получаете, что нужно. Как бы и не белое, и не серое. Еще один модуль будет у меня стоять прям встык-встык. Сколько мне там всего нужно? Еще парочку. Так. Как-то скучно совсем без краски. Давайте я буду использовать цвет. Буду использовать цвет какой-нибудь бледненький. Вот такой. Еще в рамках своей цветовой схемы, конечно, я выбираю. Она в команде заливка фигуры отображается. И еще один модуль, который у меня будет располагаться справа. Я работаю сейчас довольно хаотично. Я установила 6 блоков. При этом выдерживаю. А, вот еще один нужен. Этот пусть у меня будет какой-нибудь зелененький снова. Ну может быть другого оттенка немножко. И еще один блок пусть будет вот здесь. Серого цвета. Вот теперь у меня, да. Теперь у меня есть 6 блоков. Которые установлены как попало. Признаете? Главный принцип совпадения с направляющими. Видно, что я от них не отходила. Они могут быть больше, меньше. И у меня осталась дырка. Вот здесь. Замечательный принцип вот эти дырки оставлять. Вот здесь посерединочке. Для того, чтобы создать небольшую комбинацию объектов, которые, ну вам в любом случае надо чем-то это место занимать. Которые вы можете использовать просто как систему дополнительных цветных объектов. Так. Один объект у меня здесь будет какой-нибудь там более-менее тяжелого цвета. Так. Еще один объект. Еще один прямоугольничек. Пусть будет у меня вот здесь вот располагается. Более нежного цвета. Я их продолжаю закрашивать в разные цвета. Так. Не особенно как бы ни о чем не забочусь. Еще один прямоугольничек. У меня здесь будет даже две штуки немножко поуже. Причем будет один, скажем, зеленого цвета. Более нежный цвет возьму. Другой будет более яркого цвета. То есть это неиспользуемое пространство. Завалить хотя бы чем-нибудь. Но главный принцип не ушел. Я по-прежнему действую строго по направляющим. Если есть фотографии, суйте сюда. Ну, снова. Одна такая, другая такая, третья такая. Вот главное, главное вот все по направляющим. Все по линейкам. Все по гармонии. Дальше. Дальше я приглашаю сюда объекты. Какие-то объекты я буду вставлять командой вставка рисунок. Те объекты, которые в виде файла. В виде комплексного файла. То есть вот он уже есть. Структура. Мне она не так важна. Я вообще как бы этот файл сразу в маленьком расширении имею. Я расположу его вот здесь. Не очень, не очень важная информация. Которая дает представление о том, что по-прежнему у нас генеральный директор на месте. Вот фотография главного более-менее здесь отображается. Так, что еще? Мне нужна здесь схема процесса. То есть приволжский охотник работает по определенной схеме. Схема, как мы договорились, уже готовая. И вот она будет располагаться здесь. Конечно, расставляя модули, я более-менее прикидываю. У меня какие объекты длинные, квадратные. Ну, примерно по пропорциям. Я знаю, что у меня есть вот один такой более-менее квадратный объект, другой более-менее длинный вытянутый объект. Расставила, положила сюда. Конечно, качество этого изображения могло быть и получше. Признаю, признаю, я об этом не стала заботиться. Вот так быстро накидать. Я вывелась низким качеством. Какой у меня есть объект? Еще карта. Карта, которая у меня будет располагаться, ну, где-то тоже вытянутая, правильно? Тоже длинная, вытянутая. Буду располагать где-то здесь. Пока. Пока здесь. Хочу более бледную основу. Более бледная основа, но другого оттеночка хочу. Ну, пусть будет вот такой вот. Да, вот такой цвет. Карта. Есть. Теперь цифровые диаграммы. Использую команду уже не вставка. Все. Цифровую диаграмму я так сюда не вставлю. Если цифровая диаграмма уже готова, мне надо воспользоваться командами буфера обмена. Ctrl-C, Ctrl-V знаете? И все прекрасно. Больше ничего не нужно, больше ничего не понадобится. Я щелкаю по границе диаграммы. Ctrl-C. В PowerPoint, Ctrl-V. Обратите внимание, как изменится цвет. И это хорошо, что он изменился. В Excel действовала одна цветовая схема, при импорте действует другая цветовая схема. Все замечательно, так и должно быть. Но инфографика кое-чего не терпит. Не терпит подробностей. Надо сразу заранее согласиться, что данные показаны небрежно и несколько укрупненно. Ну, вот, например, сетка. Видно? Не нужна. 0, 5, 10, 15, 30. Такие оси обычно дорабатываются с более крупным шагом. Для инфографики будет достаточно, чтобы главные деления. 0 останется, 30 останется, посередине 15. Все. 0, 15, 30. Я только что выполнила формат оси. И не беда, что это не Excel. Можно заниматься тем же самым в PowerPoint. Пожалуйста. Текст плохо видно. Не проблема. Это все делается. Управление текстом, цветом текста у нас здесь заложено. Можно сделать чуть-чуть почернее. Ну, вот, будет видно получше. Можно использовать также не черный цвет, а темно-темно-зеленый. Тогда будет совсем хорошо. Любая диаграмма доделывается прямо здесь на месте. И снова ныряю в Excel, чтобы вставить вторую диаграмму. Точно так же. Обратите внимание на цветовую гамму. Да, здесь. Ctrl-C. Перехожу сюда. Ctrl-V. Она у меня квадратненькая, даже более-менее. Ну, в смысле, не вытянутая. Я ее прямо вот в этот модуль помещу. Ну, как бы размер этого модуля я прикидывала заранее. Я помнила, что у меня есть такой кругленький объект. Так, и последнее. И последнее. Анализ отличия. Как менялась ситуация по месяцам. Точно так же. Ctrl-C. Ctrl-V. И переношу более-менее вытянутый длинный объект. Сетку, в котором я обязательно буду устранять. Цвет буду менять текста на так, чтобы его было более-менее лучше заметно, на темно-зеленый. Формат оси правой клавиши мыши осуществляю. Так, чтобы у меня были главные деления не 0.1, а 0.5, например. Ну, она в процентах. Она в процентах, поэтому так это выглядит. Данные показаны несколько укрупненно, небрежно. Так работает она. Для того, чтобы сделать в одной листовке в целом состояние дел, так и прикидываем. Следующее действие. Инфографика не инфографика, если в ней нет субграфических элементов, но я добавлю их последним этапом по работе. Ну, а пока надо добавить промежутки. Я расставляла объекты довольно небрежно и при быстрой работе неизбежны погрешности. Видно? Здесь есть вот такое, а здесь нет. Где-то, где у меня. Здесь нет стыков. Это неважно. Вы можете допустить небольшую небрежность на этапе стыковки объектов, но затем вступают дополнительные фигуры. Вы можете работать иначе. Например, вы можете работать с очень четкими промежутками. Я безумно уважаю такую работу, но это дольше. Это дольше. Я рисую. Только что нарисовала дополнительную фигуру прямоугольник. Она рисуется прямо в PowerPoint. Эта фигура красится в белый цвет. Команда заливка фигуры. Контур нам в ней не нужен. Нет контура. Величина такой фигуры каждый раз будет меняться, но вот сам размер в плане вот по ширине 0,3, 0,4. По вкусу я сделала 0,4. Фигура прямоугольника ложится сверху. И она у нас прямо по направляющей идет. Видно? Прямо по серединке. Прямо по серединке направляющих. И подобные фигурки у меня, их у меня будет несколько. На всех стыках я буду располагать подобные объекты. На всех стыках. Это создаст мне эффект разделения объектов. Здесь. Здесь. Это рекомендуется. Это модульная композиция. А в модульной композиции промежутки это самое то. Но ни одно, как вы понимаете, из наших сегодняшних действий, оно не является обязательным. Это все сплошь из рекомендаций и тем, как это делается вообще. Да. Как это принято делать. Как это принято. Вот. Так. Немножко сдвину. Неровно. Сейчас ровно. Вот на этом этапе вы, конечно, должны проявить повышенную точность, чтобы эти фигурки были по возможности ровно сделаны. Вот. Эти фигурки еще, кроме того, у вас поворачиваются при необходимости вручную или с помощью команд поворота. Вот. Например, размер этого объекта у меня должен быть уже подлиннее. Подлиннее. Так же 0,4. Вот. Я уже буду озабочен тем, что он ровненько, потому что это итоговые промежутки. Так. Один объект. Второй объект. Причем можно не бояться так слегка залезать на другие объекты. Они же белые, правильно? Значит, никому вреда не будет от этого. Что-то я этот объект не дотянула. О. Все. Так что, да, здесь я особенно не заморочена тем, что они могут быть чуть больше, чуть меньше. Главное, чтобы они правильно были расположены относительно направляющих. Идея о равных промежутках по-прежнему меня занимает. Угу. Ну и почти готово. Так. Последняя мне нужна здесь. Еще одна. Она у меня будет как разделитель идти между вот этими двумя. Чуть-чуть уменьшу. Так. 0,4. Главное, чтобы она везде была 0,4. И ровненько расположена была по направляющим. Окончательная сверка этой работы производится в режиме полноэкранного. Ага, видно, что где-то чего-то выпирает. Здесь вижу. Где еще неровно? А. Только одно место вижу. Выдвинуть презентацию в режим показа, это нажать на клавишу F5 на клавиатуре, или Shift F5, или вот на эту угловую кнопочку. И проверяете уже окончательно. Все ли хорошо. Ну, предварительно пока так. Кстати, состояние дел можно сделать поскромнее. Два шрифта могут участвовать в вашей инфографике. Это максимальное количество, которое рекомендуется. Можно вообще обойтись одним. И только в тех случаях, когда нужно сделать что-то прям очень выразительное, тогда можно использовать целые комплекты шрифтов. Но это все нужно, конечно, оправдывать. Так что-то он так у меня не ищется, поэтому я его поищу таким образом. Хочу узкий шрифт, но на этот раз худенький. Не как импакт жирный. Есть такой шрифт, как Arial Narrow. Он часто используется в инфографике. Кажется, вроде старый шрифт, но нет. Старого, нового всего этого нет. Последний этап работы с инфографикой – это выделение главного. Вот мы как бы дали вот эту схему. И человек же должен понимать, зачем мы ее дали. Мы ее дали для того, чтобы похвастаться. Принято сообщать обязательно что-то хорошее. И мы здесь должны в неиспользуемом пространстве дать сочетание буквы цифра, причем цифра крупная, небольшая иконка и очень маленький размер текста. Я напишу в стороночке, уважаемые слушатели вебинара, если вы делаете это вместе со мной, в PowerPoint есть очень неприятная привычка, когда перехватывает PowerPoint векторную информацию. Если вы собираетесь вставлять надпись, то вставляйте надпись за пределами слайда, а потом уже перетаскивайте на слайд. А иначе ваша красивая надпись будет принадлежать кому-то. Все хотят надпись. Так. Команду надпись активирую коротким щелчком. За пределами слайда, как я и говорила, щелкаю. Мимо. Еще раз щелкаю. Без нервов. И напишу 100%. Хорошая цифра. 100%. Выделяю эту циферку. Должна быть она у меня оформлена так, чтобы это было заметно. Использовать яркие краски, пожалуйста. Побольше, побольше, побольше. В этом и суть инфографики. Цифра большая, буквы маленькие. Шрифт Impact. Хороший жирный шрифт. И перетащу эту циферку и поставлю в это место. Заметно? Заметно. Да, так она должна выглядеть. Но это еще не все. Я вам предоставила комплект иконок. Иконочки. Следующие. Эти иконки призваны усилить нашу мысль. И без них инфографика не инфографика. Иногда даже называется она инфографическая, только потому, что в ней одна иконка находится. В комплекте иконок я пойду куда-нибудь, что говорит о партнерских отношениях. 100% заключенных договоров. Что-нибудь такое. Так. Вот на этом этапе обычно блуждание. Под партнерство подходит? Да. Одиннадцатый слайд. Ребята, если вы делаете это вместе со мной, презентация иконки. Одиннадцатый слайд. Аккуратный щелчок. Часто жалуются, что что-то не так. Нет. Здесь просто надо попадать. Ctrl-C. На этом этапе не будет никаких неприятностей. Переходим в нашу презентацию. Ctrl-V вставляем. Ctrl-C. Ctrl-V. Так. Иконка должна располагаться под... Нет, есть разные способы расположения, но классическая кучка сейчас будет. Вот сюда. Можно задать небольшую цветовую разницу. 100% яркая, да? А иконка, ну, буквально чуть-чуть темнее. Видно? Ни одного и того же цвета. Ничего не видно. Это мне на экране видно. У нас проектор, да, не такой чуткий. Есть, да? А, ну, хорошо. Ну, вот. И принцип буква. Буква меньше, гораздо меньше. Наверное, здесь у меня... Я прям даже соотношение готова. Сейчас размер для цифры у меня 60. Сейчас я вам скажу размер для буквы. Вставка надпись и еще раз пишу. Заключенных договоров. Так. Выравнивание текста относительно иконки по правому краю. Первая буква маленькая. Текст вообще такой, что он ему... Прям он и маленький, он и прям никакой. Так. Размер текста у меня будет 12 пунктов. Перетаскиваю. Рядышком вот так поставлю. Цифра. Под ней иконка и прижатый текст. Соотношение размера для цифры 60 пунктов, для буквы 12 пунктов. 10 пунктов. То есть в 6 раз, да? В 6 раз. Размер текста меньше. Отличается. Итак, я могу продолжать дальше. На каждую из этих модульных блоков могу чуть-чуть потеснить просто. Потеснить карту, например. Поставлю ее немножко левее. Могу повторить всю эту комбинацию, согласитесь, чтобы не терять время на создание емкости. Я могу просто продублировать уже имеющуюся информацию вот сюда. Конечно, у меня здесь будет другая цифра. Ну, например, там 30% чего-то. Сами подумайте, чего. Охвата территории. Прям превосходно. Зеленый, ярко-зеленый цвет, чуть-чуть темнее, чтобы было его хорошо видно. Охвата территории напечатаю. Уже готовой емкости. Так, охвата территории есть. Иногда хочется иконку ради иконки. Я так часто делаю. Ну, то есть, если пошел этот принцип, и так все понятно текстом, но какую-то вот что-то надо вот сюда поставить. И что-то связанное с рынком, я полагаю, хочется здесь. Поищу что-нибудь рыночное в нашей презентации. Поищу аж вот так. Что-то связанное с деньгами, с продажами. Ага, это где-то будет выше. Выше, выше, выше. Вот такая корзинка, она часто используется для понятия отображения рынка. Вставлю ее. Вставлю ее. В Ctrl-V вставляю. И перетаскиваю. И, конечно, как обычно, покрашу. И цвет будет чуть-чуть более темный, чем цифра. Команда заливка фигуры, более темный цвет. Рядышком все, все выровнено. В PowerPoint надо постоянно играться масштабом. Приблизить, отдалить, приблизить, отдалить. Работа издалека, эдакая небрежность в работе категорически не рекомендуется. Здесь иконку я бы поставила прямо в центр. Что-нибудь жизнеутверждающее. Что-нибудь говорит о том, что мы в каждом месяце неплохо продаем, лузеров здесь нет. Что-нибудь такое. Жизнеутверждающие иконки. Можно даже цифру не давать. Цифровая информация, например, все в моей голове закончилось. А что-нибудь хвастливое давайте поищем. Что-нибудь хвастливое. Так, деньги, 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 деньги не всегда решают. Что-то такое, что поднимает. Что-что? Драгоценные камни. Ювелирку? Ну, можно. Можно. Но вообще, что-нибудь связанное с таким веселым отношением. Можно так. Типа, мы молодцы. Мы молодцы. Что еще? Этот больше связанно с... Идеей. 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 Эврика. Эврика. Он не дорос еще пока. Там это... Кто кричал Эврика, кстати? Ванну помню. Архимед. 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 Да, Эврика. Подарки. Вот это с чем связано? Вдохновение идея. Идея вдохновения. Это, конечно, уже путешествия. Что-нибудь. Это учеба, подарки. Мак. Но это ни с кем не спутаем. Да. Эпл. Да, да. Это ты знаешь. Так. Это мы сюда. Сюда, сюда, сюда. Что-нибудь. Да, мы молодцы. Мы молодцы. Коротко. Без лишних комментариев. То есть, нас здесь все устраивает. Описание, почему нас все устраивает, не будем делать. Да. Что-нибудь заметное, по цвету. Вот мы молодцы. А, это не ту команду. Использую. Мы молодцы. Так. Что-нибудь, что было заметно. Одинакового размера должно быть? Нет, не обязательно. Совсем не обязательно. Размеры для однотипных объектов. Тот объект, который здесь и здесь. Да. У них задача одинаковая. Одинаковый. Одинаковый модуль. Одинаковые соотношения. Да. Тогда одних. Некоторые могут быть больше. Некоторые могут быть меньше. Это не обязательно. Вызывающе. Значит, прекрасно. Есть. Ну, эту я уже дополнять не буду. Ну, в общем, так просто, чтобы вас не задерживать. Уважаемые слушатели вебинара, слышу вопросы. Слышу вопросы. Где найти иконки, которые использую я в настоящий момент? Это по ссылке. Вот у нас речь дошла до ссылки. Ссылка на весь материал. Ссылка на весь материал. Пожалуйста, качайте Екатерина. Екатерина. Вот эту ссылочку я дублировала и в чатовую форму в начале занятия. Эту ссылочку я присылаю вам и сейчас. Так. Так она выглядит. Мы закончили уже тем слайдом, который делали. Да, практически, да. Он еще не полностью заполнен на каждый модуль. Да, пожалуйста. Вот эти оставшиеся промежутки. Вы оставили их целенаправленно пустыми? Или же мы что-то планируем туда еще? Потому что и так очень загроможденный слайд. Ну, они оставлены как неиспользуемое место. Ну, это просто будет для красоты. Вот они просто закрашены и все, да? Да, да, да. И если рассматривать вот именно инфографическую презентацию, для показа, конечно, это ни капельки неуместно. Это я сразу отмечу, что для демонстрации каждый из этих блоков идет отдельным слайдом. Ну, согласна. Ну, просто как вывод, это очень даже интересно. Знаете, как содержание делать? Если первый слайд, показать, о чем хочешь сказать, это делать и расшифровать. Да, да, да. А более того, к ним, получается, можно привязать ко всем этим блокам внутренние гиперссылки, связанные с переходом на отдельные слайды. И щелкнув по каждому из этих блоков, вы будете переходить к слайду, который будет в более развернутом состоянии. А еще один момент. Вот, кстати, диаграмма в верхний правый угол, она с Excel связана. Если там данные меняться будут, диаграмма тоже перестраивалась? Excel, да, да, да. Если вы меняете Excel-вские данные в основном источнике, то здесь меняются тоже. Поскольку Ctrl-C, Ctrl-V дает вам как раз-таки вставку со связью на исходные данные. Это неудобно, потому что тащатся огромные Excel-вские листы, почему, раз не проще, сделать вставку сразу в целом? То есть диаграмму с Excel-вской табличкой формы поменяют? Нет, это без разницы, это уже как бы, ну, как вы решите. Если вы вставляете методом связи, то вы как бы считаете, что вы больше не будете менять данные, так предполагается, просто вставляете саму визуализацию. Ссылочка на источник у вас здесь идет, она вот так выглядит у вас. В меню можно посмотреть файл, изменить связи с файлами. Три диаграммы у меня, да? И вот три ссылки, которые следуют к одному и тому же файлу, обработка данных. Вот оно. Можно посмотреть, отследить и так далее. Если вы хотите вставлять цифровую диаграмму методом внедрения, тогда цифровая диаграмма просто вставляется вместе с источником. Это приведет к утяжелению веса файла, но иногда это оправдано. Это уже просто планирование вашей работы. Может быть надо, может быть не надо. На это уже выбирайте. Тогда хочется, если ее кому-то отправлять, вместе с этим файлом. А зачем? Если вы планируете ее отправлять так, чтобы человек в ней данные менял, вам это надо? Нет, нет. А он ее получит без изменений. То есть если не нужна сама основа, да? То есть если таблица не нужна, это по идее нужно. И просто если эти данные постоянно находятся в динамическом состоянии, они еще не утверждены. Нет, вот так сказать. Я отправлю источник. Сама-то диаграмма придет? Конечно придет. Конечно придет. Здесь черного пятна, пустоты здесь не будет. Сама диаграмма будет. И если бы это было бы иначе, я бы вам не предложил бы такой способ импорта. Внедрение источника можно сделать. Копировать диаграмму и правой клавишей мыши вставить. Там есть такой вариант среди кнопочек, предлагающий вам внедрить весь файл Excel. Это приведет к тому, что ваша презентация увеличится ровно на размер внедряемого файла. Если вам это нужно, пожалуйста. Есть такое. На этот курс без... Вот как раз мне говорят спасибо. На этот курс без знания PowerPoint я бы вам не сразу не стала бы предлагать. PowerPoint уровень 1, например, объясняет вот эти тонкости импорта объектов. Четыре вида импорта проходит. Импорт со связью, импорт внедренный, импорт графический двух вариантов, импорт обычный для таблицы, для диаграммы. Огромная методичка на 200 страниц по этому курсу только по PowerPoint. Только по тому, как кнопочки какие нажимать. Там, да, анимация объектов. Создание гиперссылок внутренних, внешних. Это все именно PowerPoint. PowerPoint уровень 1. Вот то, что мы с вами сейчас занимаемся, темп вас устраивает. Вот это уже темп инфографики, при котором предполагается, что формировать надписи, вставлять рисунки, это уже мы знаем. Вот поэтому так вот в темпе инфографика идет. Ну и, конечно, все сторонние задачи, о которых я здесь умолчала, а именно работа в видео, работа в Excel, работа в Corel, в Illustrator. Вся та сторонняя, все, в общем, да, что мы получили здесь в качестве готовых объектов, все это мы делаем на курсе инфографика, работая везде понемножечку. Вот. И даже иконки рисуем. Даже рисуем иконки свои собственные, будто нам вот этих комплектов не хватает. Да. Огромные комплекты также идут в качестве бонусов подобного типа. Но это всего лишь часть. И изучается методологическая часть. А именно, как вот именно сделать. Вот первоначальная идея, у меня просто вордовский документ или у меня таблица. Вот что я имею. Как ее визуализировать. Первые шаги изучаются тоже. Как структурировать информацию, как ее представлять. Информацию в виде схем, диаграмм, ну и просто текст, который там напечатан. Или таблица, например, находится, в ней нет цифровых данных, но надо сделать какие-то выводы. Что же, уважаемые слушатели, я, пожалуй, буду потихонечку прощаться. Какие в виде композиции, кроме модернных, у вас есть? Шесть основных композиционных решений по инфографике предлагается. Это макет, который называется «Эффективная приманка», «Аналитическая статья», «Тайм-линия», «Дорожная карта» и «Большие числа». И «Большие числа». Это, как считается, стандарты? Это стандарты, шесть стандартов. Нет, это не мои разработки. Это стандарты инфографики. А вот эти иконки, это какая программа помогает? Профессиональная векторная программа «Корл» или «Иллюстратор». В самом PowerPoint отдельные действия возможны, но они носят очень странный характер. Вот хочу, например, показать, как получить иконку. Есть у меня, например, треугольник, вот такой. Я его переверну с вашего разрешения. И есть у меня круг. Я хочу сделать сейчас что-то вроде… Не, не мороженое. Есть такая штука типа «Место» отмечает на карте. Так, я выделяю оба объекта и выполняю команду «Объединение». Она в самом PowerPoint есть. Команда «Объединение». Раз. Мне нужна здесь дырка. Маленькая вот такая вот. Вот я выделяю оба объекта, немножко выровняю, чтобы она была понятна, я покрашу ее в другой цвет. Но здесь у меня должна располагаться не какая-то, не белый цвет, не что-то, а именно пустота требуется. Именно пустота. Выделив оба объекта, я могу получить эффект с помощью команды. Почему-то она здесь называется «Группирование». За название я не отвечаю. Ее так назвали. То есть с помощью всего двух команд возможно в PowerPoint формировать иконки, но если вы покажете, как вы работаете какому-нибудь специалисту, он просто за голову схватит, скажет «Какой кошмар, что за извращение». Но он будет немножко прав. Что иконка – это дело ответственное, она должна делать пресетки, пиксели, все это должно быть видно. И даже здесь есть возможность доделать иконку с помощью функции «Начать изменение узлов». Даже это. Отдельные узлы, например, уничтожаются. Вот эти вот, по идее, они… Ты как? Не могу попасть. Не могу попасть даже. Но вот именно это и проблема. Узлы двигаются. По узлу надо умудриться сейчас попасть с правой клавиши мыши, удалить узел. Специальный инструмент какие-то отсутствует, но здесь очень странно, что есть все механизмы векторной графики. Узел. Видно? Манипулятор. Рычаг. И различные команды, которые управляют ими, такие как прямой сегмент, гладкий сегмент. Вот этот кошмар в PowerPoint возможно. Это очень неудобно, но это есть. Я бы построила бы работу в программе «Иллюстратор». Ну, «Коралл» тоже, признаю, хорошая программа. Пожалуйста, пожалуйста. С кем? Разумеется. Но опять-таки в профессиональной векторной программе. Так. Так.